Всем привет! С вами я, Алиса. Сегодня я продолжаю новую рубрику «100 килограмм кукол». Сравниваем, выбираем, покупаем. И как вы догадались, герои сегодняшнего шоу – это куклы Барби! Барби является зарегистрированным брендом, принадлежащим компании Мотел. Кукла Барби имеет статус лидера на рынке выпусков, продаж и коллекционирования уже более 50 лет. Это уже целая история ни одного поколения людей. Миллионы и миллиарды людей увлечены игрой созерцания и обладания этой многогранной детской и недетской штучки. Мы растем, и периодически появляются куклы разных новых модных тенденций и направлений. Одни из них как появляются, так и исчезают. Другие задерживаются на более долгий период времени. Барби, как показывают последние десятилетия жизни, вечно живой и постоянно развивающийся кукольный бренд. И я не обошла стороной легендарную Барби. С раннего детства и я была поклонницей игровых Барби – балерин, русалок, кенов. Некоторые из них даже не выдержали жарких игровых деньков со мной. Но многие и по сей день остаются в моей коллекции. Ну и конечно же появляются совсем серьезные штучки со статусом взрослого коллекционирования. Их очарование покоряет многих. Восхищаются и восторгаются этими милыми игрушками, можно назвать даже почти произведениями искусств, и девочки, и женщины, и даже мужчины. Помимо культовых игровых кукол, линейка Барби содержит и многообразные коллекционные релизы – дизайнерские куклы, невесты, куклы мира, звезды кино и музыки, фантазийные образы. К фантазийному образу можно отнести и коктейльные куклы из серии Лаунч Киттис. Собственно, об этой коллекции мы сегодня поговорим. Эта серия выпущена аж в 2003-2004 годах и содержит три куклы-кошечки. Для Лаунч Киттис Барби использованы подвижные тела, но запястья и лодыжки не шарнирные. Каждая кукла полу лежит на кушетке в прозрачной коробке с цветным задником. Многими критиками модных журналов заявлено, что эта серия имеет эротическую направленность. В названии коллекции заложена игра слов, которую трудно перевести на русский язык. Слово Лаунч обозначает кушетку, отдых, направление в музыке и даже стиль жизни. Киттис, кошечки, они же киски. Дизайнеры Мотел одели кукол Барби кошками. В итоге получилась довольно любопытная коллекция. Несмотря на простоту, мне нравятся коробки кукол. Они выглядят довольно воздушными и просторными для их пленец. Имеют приятную для глаз цветовую гамму стеновых и напольных оснований коробок с иллюстрированными имитациями интерьера жилья. Такие дамские будуарчики. А реальные детали мебели – это диван в форме красных куб, дамская обувь на бешеной платформе и диванчик-кушетка безумно яркой раскраски цвета фуксии. Куколки-кошечки – просто мечта. А тут еще и настоящая дизайнерская мебель, которую можно использовать, варьируя с другими куколками. Все три куклы одеты в облегающие комбинезоны с разными принтами. Края комбезов оторочены искусственным пушистым мехом. Волосы милированы полосками и пятнами и уложены пучками в форме ушек. Они – счастливые обладательницы невероятно длинных объемных хвостов. Их длина в растянутом виде соответствует росту самих кошечек. Это, конечно, фантастично! На ногах у Барби сапоги на высоком каблуке. Куклы-кошечки Лаунч Киттис одновременно имеют сердце джунглей и города. В одиночестве, в своем логове, после целого дня работы и игр, эти прекрасные кошечки расслабляются в стиле релакс в обстановке интерьера дикой цивилизации. Это такое слияние цивилизации с дикой природой и одомашненной кошечке. Ну, полная фантазия мышления дизайнеров Барби индустрии. Сейчас перейдем к более детальному рассмотрению каждой куклы. И, пожалуй, начнем мы с этой блондинки. Лаунч Киттис Уайт Тайгер Барби – это кукла в белом полосатом комбинезоне и черных сапожках. Надо отметить, что куклы из коробок достаются очень тяжело, так что, скорее всего, она предназначена для того, чтобы стоять красиво вот в этой коробке. И да, костюмы не снимаются. Это написано на задней части. Костюм отделан белым мехом, такой же фактуры, что и хвост. Это Барби – платиновая блондинка с черными прядями. Она полусидит на причудливой кушетке, кресле, в виде обуви на высокой платформе с отделкой под леопарда. Лаунч Киттис Коллекшн Уайт Тайгер купила комбинезон с тигровым блеском. Вырез, манжеты, колени и хвост акцентированы шикарной белоснежной отделкой. Милые личико куклы-кошечки обрамлено стрижкой в форме ровного, аккуратного сердечка. Макияж глаз четкий, но не безумно яркий. Губки имеют сжатую классическую форму, нежно-кораллового цвета. Ручки открытые, нежного белоснежного скинтона. Ножки воздушной беленькой куколки защищены высокими черными сапогами на огроменных каблуках. Рассмотрев куколку, остается впечатление легкости и воздушности. Вторая кукла это Лаунч Киттис Блэк Клоузинг. Эта маленькая пантера расслабляется на стуле, который представляет собой пару губ, ярко-красных с тигровыми полосками. В интерьере явно прослеживается тема джунглей. Макияж куклы четкий, но в то же время ощущается вкус теплого шоколада. Голову куклы украшает черный парик с очаровательными ушками. Форма челки в форме сердца напоминает образ женщины-вамп. Получается и пушистая кошечка, и вамп. Она одета в черный ажурный комбинезон с кожаной корсетной верхней частью. Шею украшает узкий черный атласный ошейник. Или же по-современному чокер. Костюм комбинезон оторочен роскошным искусственным черным мехом. А наличие пушистого хвоста превращает куклу в очень хищного котенка. А возможно и в черную пантеру. Куколка является счастливой обладательницей элитных длинных черных кожных перчаток и длинных сапог с каблуками того же цвета. Следующая кукла это эксклюзив для BarbieCollector.com Gold Label. Кукла в комбинезоне с леопардовым принтом. Отделка мехом тоже под леопарда, только пятна более крупные. Ожерелье колье на шее кошечки добавляет ей гипнотическое очарование. Волосы также имеют пятнистый раскрас. Как и у предыдущих куколок, окантовка прически леопардовой барбейки имеет форму сердца. Макияж лица имеет карамельный тон. Роскошный искусственный мех и пушистый хвост тщательно уложены. Черные высокие сапоги скрывают ножки. Фантазийная эксклюзивная кукла Лаунч Китис скользит по городским джунглям в гладком леопардовом костюме. А реальная барби сидит на овальном топчане безумного цвета фуксии. Подтекст выпуска этой серии страстно противоречив. И все так фантазийно. И в результате само очарование. Коллекция Лаунч Китис очень неоднозначная и поэтому интересная. Во-первых, сочетание цветов, текстур и дизайна коробка – это вопиющий китч. Во-вторых, у Лаунч Китис один из самых красивых, элегантных и спокойных мейков за всю историю коллекционных кукол Барби. Бедняжки-очаровашки так и просятся в хорошие руки коллекционера. Ну а если же все же надо выбрать одну из трех куколок-кошечек, магазин Белевикс любезно поможет вам разобраться. Все три куколки внешне прекрасны и очаровательны. Это факт. И выбор в этом случае исключительно индивидуален. Финансовый вопрос живет своей жизнью. В случае выбора леопардовой кошечки придется немного больше вложить монеток, чем при выборе Black или White Лаунч Китис. Наверное, это связано с тем, что американский рынок по леопардовой куколке существенно мал, для снижения ее стоимости. Самое доступное по стоимости является White Лаунч Китис. Так что если вы планируете собрать всю серию Лаунч Китис, магазин Белевикс рекомендует начать с приобретения именно этой кошечки. Следующая в стоимостном эквиваленте идет Black Кошечка. Ну а на финал сбора всей серии рекомендуем приобрести леопардовую кису. Возможно, по истечении времени как раз эта кошечка будет более финансово доступна для покупки. А если честно, кошечек как семейку не хотелось бы разделять друг от друга, но жизнь есть жизнь. Три отлично, но и одна счастье. Напишите в комментарии, нравится ли вам эти кошечки, и какая из них лучшая по вашему мнению, а какая худшая. Не забудьте нажать на кнопочку подписаться и колокольчик под видео, чтобы не пропустить новинки моего канала. Ссылки на мои социальные сети для общения, инстаграм и вк я оставлю в описании. Всех вас очень-очень люблю. До новых видео. Be cool and crazy. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok